Месяцы профильного 185-го федерального закона, который предусматривает выделение бюджетных субсидий для капитальных ремонтов российского жилого фонда, уже сочтены. Между тем, за последние годы удалось отремонтировать около 10% многоквартирных жилых домов. Какая судьба ожидает оставшиеся 90% и насколько честно делился бюджетный пирог? Это тайна поля шинели, которая, как правило, остается за кадром. 35% износа. Это по БТИ 2008 год. То есть сейчас за 4 года то, что у нас мы в программе и до сих пор не в программе, значит еще больше износа. Дом, о котором рассказывает председатель ЖСК юбилейный Ирина Пилипчак, несколько лет назад разменял пятый десяток. Однако подарка, который ему хотели сделать жильцы, подав заявку на капитальный ремонт, он не получил до сих пор. Хотя все необходимые документы, вроде проекта будущих работ и экспертного заключения, были готовы еще в 2008. И мы как стояли, так и стоим. Вот с 12 сентября 2008 года мы не двигаемся никуда. В течение всех этих лет дом на леже на 6 дробь 1 плелся где-то в хвосте капремонтной очереди. При этом никто не мог понять, отчего при соблюдении всех условий на жильцов никак не снизойдет коммунальное счастье. Формировавшие списки везунчиков администрация района и департамент ЖКХ хранили гордое молчание. Поэтому в 2010-м председатель ЖСК обратилась в суд. Вот очередь наша 84. Очень хорошо. Дайте нам результаты ранжирования. Как вы посчитали так, что дом лежа на 6 дробь 1 стал под номером 84? Оказалось, что этого ранжирования нет. Именно документов не было предоставлено никаких ни департамента, ни администрации Держинского района. Критерии, по которым чиновники должны ранжировать претендующие на капремонты дома, в Новосибирске установлены специальным постановлением. Среди прочих там заявлены общий износ, наличие необходимых документов, большая или меньшая готовность жителей поддержать ремонт рублем. Этих оценочных рамок и должна была придерживаться администрация Держинского района. Однако в ходе более чем двухлетней тяжбы чиновники так и не смогли убедить судью в объективности своих решений, логика которых почему-то не была зафиксирована на бумаге. Здесь есть наша доля вины. Ошибка заключалась в том, что когда собралась первая рабочая группа по определению ранжирования, не ввелся про так. Причиной, по которой дом належен отомился длительным ожиданием, замглавы Держинской администрации называют банальную нехватку денег. Финансирование, все эти годы выпадавшее на долю Новосибирска из фонда содействия реформированию ЖКХ, явно не соответствовало потребностям третьего города России. Только в нашем районе сегодня в заявке 72 дома, из них 33 дома изготовили проектно-смертную документацию. То есть потратили от 300 до 500 тысяч рублей на документы. Сидят, ждут. Финансовым голодом как раз и объясняется практика тщательного отбора претендующих на обновление домов. Каждый район города получает свой денежный лимит, в рамках которого и расставляет приоритеты. Лимит финансирования, вообще-то говоря, не соответствует 185-му закону. В 185-м законе департамент должен был бы формировать заявку по всему городу, потому что есть новые районы, где новые дома, а есть районы, где дома совершенно старые. Поэтому выделять лимиты по количеству домов в районе, это тоже не совсем правильно. Впрочем, и сам фонд содействия развитию ЖКХ работает не совсем так, как задумывалось изначально. Когда эта идея только витала в воздухе, ее авторы планировали со временем привлечь в структуру частный капитал. Но когда возник вопрос, нужно быстро-быстро-быстро-быстро решать вопрос с ремонтом, то выбрали в ущерб качеству, выбрали быстрее. Все понимали, что 10% отремонтируем, 90% останется неотремонтированными. Денег нет. Впрочем, даже при таком экономном подходе чиновники умудряются допускать нарушения. Еще один возникший в суде вопрос касался того, кто именно должен вершить чужую судьбу. В приказе четко говорится, что заявки отбираются комиссионно. В комиссии присутствуют ТСЖ, управляющие компании, представители администрации и так далее. ТСЖ не приглашали. Почему не приглашали? Вот не приглашали, да и не приглашали. Вот мы создавали комиссию из депутатов и так далее. Вот эти депутаты, они притягиваются везде за уши. Все случившееся навело Ирину Пилипчак на подозрение, что дома в программу отбирали, как Бог на душу положит. И хотя участники этой процедуры уверяли суд в обратном и даже показали составленный ими рейтинг объектов, Фемида встала на сторону ЖСК, обязав власть включить дом на Лежена в перечень 2012 года. Впрочем, этого пока так и не произошло. Администрация и департамент планируют обжаловать провальное для них решение. Швы вот на доме, они все старые. Квартиры зимой промерзают. Ремонтировать надо. Окна в подъездах деревянные все уже сгнили. Как и их соседям Слежена, жителям дома на Кашурниково 29-1 к ожиданию уже не привыкать. В девятиэтажке близ метро «Золотая Нива» тоже подготовили все необходимое еще 4 года назад. Из администрации пришел обнадеживающий ответ. Дом включен в перечень. Но позже в департаменте ЖКХ Ольге Соловьевой дали отворот-поворот. Причина столь внезапной перемены настроения проста и понятна. На ремонт дома не хватило денег. Не исчезали они из конкретного года. Просто включены в резервный список на второй транш. Но его просто не было. Не было денег и он не состоялся. Впрочем, от этой невеселой правды старший по дому ничуть не легче. Чтобы понять ее чувства, достаточно взобраться на крышу. Вот там идет коррозия вся. Вот так у нас поддоны 6-й, 5-й этаж высыпались. Как нам пояснили в администрации, дом на Кошурниково у них теперь в приоритете. Правда, среди неаварийного фонда. Впрочем, с учетом того, что уже в этом году фонд содействия реформированию ЖКХ, если и не перестанет существовать, то, скорее всего, поднимет ставку финансового соучастия собственников жилья до 40% от всей суммы, перспективы наших героев становятся весьма туманными. Тем, кто успел, ремонт сделали. Остальные получаются без ремонта. Теперь говорят, либо вы сами софинансируете, либо ищите кредиты, либо это будет возвратная система, еще что-то. Тогда возникает вопрос, чем отличаются те 10% от тех 90%, которые они успели. Ситуацию, когда суть закона можно выразить фразой «кто успел, тот и съел», вряд ли можно назвать справедливой. И дело даже не в том, что кому-то непонятны критерии отбора счастливчиков, а в том, что в масштабах России их было слишком мало, отремонтировать удалось лишь около 10% проблемного жилья. Поэтому неудивительно, что те, кто уже отчаялся ждать, пытаются догнать уходящий поезд с помощью судебной грязины. Следующим тогда шагом будет то, что будем требовать, а взместить тогда деньгами. Всю стоимость вот этого капитального ремонта из городской казны тогда будут нам обязаны деньги отдать.